И у нас в студии сегодня Хасан Бацыев, эксперт-медиатор Коммунального государственного учреждения «Общественное согласие» при аппарате Акима области. Здравствуйте! Спасибо! Ну и, конечно, первый вопрос. А что это за центр медиации у нас открылся? Прежде всего, надо, наверное, сказать, наверное, вот само слово «медиация», вот она у нас для нашего общества, так скажем, с прошлого года уже знакома, так как принят закон о медиации. И с тем, что сегодня, вот вы правильно представили, Коммунальное государственное учреждение «Куламда Келесы», оно создано для осуществления деятельности Ассамблеи народа Казахстана. Но Ассамблеи народа Казахстана, мы все знаем, в 2015 год, как год Ассамблеи, проводили огромное количество мероприятий. Но с созданием «Куламда Келесы» — это при президенте Республики Казахстан, создание в областях коммунально-государственных учреждений «Куламда Келесы» аппарата Акима области, она еще больше дала возможность тем людям, которые работают, особенно в этнокультурных центрах, которые работали, вкладывали какое-то свое влияние на ту стабильность, укрепление той стабильности и межэтнического состояния нашего государства. Поэтому в этом вопросе, учитывая сегодняшнюю огромную роль Ассамблеи народа Казахстана, аппарата «Куламда Келесы», исходя из плана Ассамблеи народа Казахстана, в Астане создан центр медиации, в областях предложено открывать кабинеты медиации именно по вопросам разрешения согласно закону, я еще раз повторяю, о медиации, разрешения не доведения до споров определенных конфликтных ситуаций, доведения их степени, скажем так, уменьшения их степени вероятности, доведения до каких-то судебных решений, учитывая, что само слово медиация говорит, решая обе стороны вопроса, то есть решать должны все вопросы, чтобы одинаково было для обоих сторон, то есть не доводя привести эти вопросы решить. Конечно, для того, чтобы эти вопросы решить, в «Куламда Келесы» есть свои возможности, не зря это открыто, потому что в составе Ассамблеи Казахстана, народа Казахстана, это «Куламда Келесы» сегодня имеет более четырех отделов, которые занимаются мониторингом, социологическим исследованием в сфере межэтнического отношения, также там есть отдел научно-экспертной группы, то есть подытоживая то, что проведенные, могут дать работникам, государственным структурам, какие-то рекомендательные вопросы в этих вопросах, самых сложных национальных вопросах, потому что сегодня мы знаем, что вокруг нас, какие вот ежедневно, телевизорах, все показывают от неспокойной стабильности, сохранять ту стабильность, которая у нас существует, всеми возможными нашими средствами, то есть в ассамблее есть совет матерей, совет своих аксакалов, молодежное крыло, клуб журналистов, которых вместе со специалистами можно было бы использовать для регулирования и решения данных вопросов, поэтому открыт в этом «Куламда Келесы» кабинет медиации, установлен телефон доверия, и по всей возможности это уже с января месяца, первые обращения уже есть, по этим вопросам мы ведем сейчас работу, но из-за того, что учитывая только вот начинаем работу, это время, наверное, покажет. Но я думаю, что если мы определенным людям, нашим гражданам дадим возможность решить, не доводя вопросы до суда, конфликтов, уменьшение этих конфликтных рисков, конфликтов, это было бы, конечно, для нашего в такое тяжелое время определенную свою роль, влияние может это решить. Вы, по словам, такую миротворческую роль несете? Конечно, это сама закон, она предполагает уже решение, не доводя до судебных разбирательств, потому что часто бывают конфликты, которые по времени, она уже и два года, и три года тянется, не могут решить. Если сегодня, когда президент ставит, вот у нас есть все возможности, есть закон о медиации, ставится вопрос об открытости самой государственной структуры, о том, что она была подотчетна, вот всеми этими, используя эти возможности, можно подойти этим людям, конфликтующим сторонам, пусть будет это два соседа или еще какие-то вопросы, да, межэтнического характера, межбытовые конфликтные ситуации, которые впоследствии могут перекинуться какие-то вот негативные, скажем, явления. Решать это было бы, конечно, это задача, не только вот, это задача вновь созданного кабинета медиации. Ну, я думаю, что хорошо, что у нас теперь центр медиации появился, потому что действительно какая-то иногда банальная проблема обрастает какими-то нелепыми вообще слухами и потом переходит в огромные конфликты. Согласен, согласен, потому что сейчас мы вот в это трудное время для нас вокруг везде кризисы идут, но тем не менее Казахстан, республика Казахстан в этом кризисе, вот президент не раз подчеркивает это, мы самое трудное время проходили, да, когда, но когда мы сегодня стали на ноги, можно вот этот где-то есть бюрократический, где-то оставшийся от тех времен, первоначально, когда мы еще на пути становления были, огромные были какие-то законодательных, иначе бюрократических каких-то документах, согласно которым могут конфликтовать люди, но это же сегодня можно решать. Мы говорим, что мы хотим войти в тридцатку самых развитых государств, а вот какими путями? Значит, мы должны все-таки цивилизованно к этому подходить, правильно? Да. Вот, и это и есть, наверное, первые шаги той вот огромной направлении, пяти реформ, которые ставит перед нами сам глава государства. Ну, давайте назовем телефон. 39-23-30. Если есть какие-то, конечно, вопросы, мы просим звонить. Это Кувамда Келесын. Кабинет медиации находится по улице Желтухсан, 7А. Поэтому будем рады, если в нашей компетенции, компетенции вот от именно областного Акимата и других государственных структур постараемся решить какие-то вопросы, вот связанные именно, о чем я говорил ранее. Итак, я готовлюсь. Продолжение следует...